6 столов, 24 посадочных места, бутерброды или иная снять так и только так с 1 января 2017 года должна выглядеть и только при соблюдении всех этих условий функционировать среднестатистическая рюмочная в Ульяновской области. Во всех остальных случаях продажа алкоголя на разлив на территории Ульяновской области и самого областного центра будет запрещена, по мнению авторов, вступившего в силу закона проекта. Это позволит существенно повысить морально-нравственное качество жителей нашего региона. Проверить, как работает закон на практике, благодаря большому количеству питейных заведений, может любой желающий. Далеко ходить не нужно. Вот классический пример. Рюмочный в понимании среднестатистического ульяновца. Специфический запах от этого никуда не деться. В остальном же новопредъявленным нормативам соответствует. Столы и стулья в наличии, к водке и пиву – разнообразие закусок. От бутербродов и салатов до порционных пельменей. Завсегдатые довольны. Это заведение нас очень сильно устраивает. Да? Да. Вот именно это. А почему это? Сходите потом в ладони, в другое заведение зайдите, там два столика, не присесть, ничего. Куда нам девать? Мы сидим, отдыхаем. То есть здесь можно поиграть, да? Пожалуйста. В другой питейной, географически расположенной не так далеко от первой, пока что не все в порядке. Столов меньше положенного, что сразу бросается в глаза. Но с учетом того, что законодатели предусмотрели переходный период для всех владельцев рюмочных, остаться в поле прибыльного бизнеса до февраля, внеся необходимые изменения и встретить официальные проверки во всеоружии, здесь готовы. Ну вы знаете правила. Конечно, шесть столов. Вот убираем, я говорю, расторговываем все постепенно. Вот одну витрину увезли, у нас вообще еще тут витрин стоял. Ясно. Ну а чем кормить будете? В смысле, чем кормить? Ну там же по закону нужно готовить что-то. Ну вы, это не так, просто мы. Своё мнение о законе сформировали и посетители. Здесь считают заботу о своем здоровье со стороны власть, придержащих излишней траты времени и ресурсов. Я могу сказать, что это всё... Ну лучше, чем фабурики. Да, ерунда. Да, с веру, да. Этот закон, прежде всего, направлен на то, чтобы повысить качество обслуживания населения и здесь торговые точки, торгующие на разлих алкоголем, более цивилизованными. Всё это ещё один этап местной антиалкогольной компании, стартовавшей, напомним, с запрета на торговлю спиртным выходные и праздничные дни, а также в будни с 8 часов вечера до 8 часов утра. Есть мнение, что рюмочные морально-нравственно разлагают население Ульяновска. Вы согласны с таким утверждением? Да нет, почему нет. Рюмочные, это нормально. Это вот где-нибудь, если заколохом, там пьют вот эти вот пузырьки, то да. А так рюмочные, всё, зашёл, с девушкой нормально, выпил там, всё, вот так вот, привет всем большое. Не, ну, я вот так говорю, рюмочные, нет, рюмочные, это нормально. Ну, стоит уже скачать по отношениям? Конечно, стоит. Потому что даже с утра, вот, часов в 7 идёшь, уже там люди стоят. Ждут? Ждут, пока откроются, видимо, чтобы обхомелиться, как называется это. Это, наверное, зависит от самих людей, конечно, потому что в понятии одной рюмки у нас никогда не бывает, как говорится, пределов, да, где одна, там и больше. В результате чем-то плохим заканчивается. Есть хорошее заведение, куда можно зайти и отдохнуть, а просто напиваться каждый день, я считаю, это, ну, неправильно. Опросы на улице показывают, горожане в большинстве своём не против ограничительных норм, особенно после гремевших на всю страну историй о массовом отравлении алкоголем и, учитывая в некоторых случаях чрезвычайную близость питейных заведений к собственным дворам и подъездам. Конечно, ряд предпринимателей, чьи рюмочные находились в помещениях, площади которых просто физически не позволяют выставить в зале сразу 6 столов и 24 стула, уйдут. Но, скорее всего, не навсегда и не окончательно. Бизнес не первый год сталкивается с различными запретами и препонами, как вполне разумными, так и спорными. Но, тем не менее, продолжает существовать. Любители выпить, несмотря на различные попытки государства побеспокоиться об их здоровье, продолжают выпивать. А общество в целом пребывает в некой прострации. С одной стороны, давление на тех, кто пытается заработать, воспринимается нами в штыки. А с другой, никому не нравится сгорище подшофейных приятелей, отдыхающих в непосредственной близости от нашего дома. Евгений Луковкин, Олег Тоньшин, Константин Никитин, репортер 73.